В селе Осипенко единственный фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий всех жителей населенных пунктов Полюшка, Орловка, Вишнево. Люди рассказывают, раньше здесь работало детское отделение с отдельным входом и помещением. Сейчас его закрыли. Теперь медики принимают и грудничков, и подростков, и взрослых в одном здании. Сельчане жалуются, находиться в часы приема в учреждении невозможно. Здесь давка, тут дышать нечем. И крики, шум, дети плачут, взрослые стонут, и диабетики, и коклюши, все в одном помещении. В этом коридорчике метр шириной. Болезни, допустим, у детей одни, у взрослых другие, а один у нас пункт прививочный. Единственная аптека, ранее обслуживающая жителей пяти населенных пунктов, закрыта по неизвестным причинам, говорят сельчане. Теперь граждане вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы приобрести нужные медикаменты. Многим эти расстояния даются нелегко. Мы пенсионеры вынуждены ехать либо в Качу, либо на Северную за лекарствами. Лекарства у нас здесь поблизости негде купить, никакого. Кто забрал аптеку, и ничего, людей табунами идут с детьми, даже цитрамона простого не купим, на Качу ехать за цитрамоном. А у нас, у всех почти тут сахарный диабет. И что делать? Пускай открывают аптеку пять селений, пять деревень, и все бабушки, и все, сколько детей у нас народилось маленьких. Беспокоятся жители и о территории местного кладбища. Говорят, за 15 лет его существования больше не осталось земли для захоронений. Ни дорожек, ни проходов, ничего. Чтобы попасть к своим родственникам, как говорится, и, как говорится, попроведать на кладбище, мы вынуждены обходить вокруг эту могилу. Мы вынуждены подхранивать к могилам или искать новые все места. И нам предлагают это делать на кладбище в поселке Кача, что очень весьма неудобно. И люди категорически прочие. По словам жителей, несмотря на программу газификации поселка, в село Орловка голубое топливо до сих пор не дошло. Говорят, вынуждены пользоваться баллонами, а их поставка ведется из Евпатории. Стоимость одного более 250 гривен, что сильно бьет по карману. По всем вопросам сельчане регулярно обращаются к руководству района. Рассказывают ответы, либо не приходят, либо получают отписки, типа ждите. 5000 человек до сих пор надеются, что представители власти их все-таки услышат. Наталья Двойцина, Деливер Меджитов, программа «Наше время».